Всем привет, дорогие друзья, дорогие подписчики. Надеюсь, видно, слышно и мы сможем дальше двигаться. Так. У нас интерфейс поменялся на Фейсбуке и как-то все очень интересно. Странно, я бы сказала, сейчас двигается. Надеюсь, эта публикация у нас удастся, получится. Всем доброе время суток, приветствую вас, здравствуйте, будьте здоровы. С вами Ксения Конотоп, Несвятипаска. Девичья фамилия, многие меня знают, Несвятипаска. Интересная такая смешная фамилия. И моя зрелая фамилия по мужу Конотоп, известная фамилия. И сегодня я поделюсь очень интересными рецептами, как я использую проращиватель. Многие спрашивают, как ты проращиваешь, приходя в гости, пробуя какие-то рецепты, здоровые, да. И я скажу, что со мной поделились этим год назад, и уже год я это использую, поэтому поделюсь сегодня своими методами. Благодарна человеку, который произвел на меня определенное впечатление и внес ростки, проростки в мою семью. И сегодня я расскажу, а также методы, способы и чем я пользуюсь. Ну, во-первых, мы сегодня поговорим о устройстве. Во-первых, удобное, портативное. Многие его заказывают. Я подскажу, как и где заказать. Очень удобно. Здесь такая тепличка, куда мы насыпаем нужные семена, водичку. Я сейчас позже немножко расскажу. И самое главное, это не загнивает, не заванивается. Если проращиваете, вы, наверное, сталкивались с тем, что плесень появляется, бактерии или неприятная цвиль. Проращивали ли вы когда-нибудь, расскажите мне семена. Если да, прокомментируйте. Я вам честно говорю, я пробовала в разных там посудинках, устройствах, неприятный запах. Бывало брожение, бывало загноение. Промывать неудобно. Бывало плесень появлялась. Ну, мне, в общем, не нравилось. Поэтому с помощью этого продукта мне понравилось. Настолько удобно, настолько просто. И промывать удобно. И скорость проращивания быстрая. Я сейчас расскажу, какие семена у меня быстро прорастают. Сегодня мы поговорим про мангбинс. Также мы сегодня поговорим про нут. Это те, которые чаще всего я использую в своем питании. И почему, да? Также мы поговорим про пшеницу. И про чечевицу. То есть, чем отличается, почему все это я часто так использую в своей диете. И поделюсь с вами хорошей новостью. Для друзей, которые хотят услышать хорошую новость, вам нужно, конечно, остаться до конца. До конца этого эфира. Вы узнаете хорошую новость. Ну, во-первых, самое интересное. Я пробовала манг проращивать методами другими. Такого эффекта не получается. То есть, проращиватель однозначно ускоряет этот темп. Манг, они очень плотные, как камешки даже иногда. Такие вот плотные фасолинки. И чтобы его правильно прорастить, я обычно кипятком заливаю на одну минуту семена. Ну, именно бобовые, да? Значит, крышки у меня обязательно с дырочками наверху. И дорожная такая, переносная, портативная нанесу. Если мы куда-то едем в дорогу, то я обычно закрываю, чтобы вода не выливалась. На одну минуту заливаем кипятком манг. Это именно манг. Мы говорим про маж. Потом это все слили. То есть, очень удобно это все сливается. То есть, просто вытаскиваем. Здесь у нас фасоль. Здесь выливается вода. Ой, еще и даже несколько капель воды осталось для вас для демонстрации. И затем, после того, как мы минуту кипятком подержали манг, мы сливаем, заливаем обычной прохладной фильтрованной водой. Покрываем полностью фасоль. И 12 часов она стоит покрытая просто водой. Затем мы промываем воду. Очень удобно. Просто достать, промыть. И опять ставим уже без воды. И 8-12 часов примерно у нас уже проростки готовы. Не ростки, а проростки. То есть, зерно как минимум в 2-3 раза увеличивается и начинает проклевываться. То есть, уже такой маленький носик появился, его можно есть. Куда я использую именно нут и, ой, маш? И почему? Ну, первое. Это самое большое количество протеина. Именно протеина в плане фасоли – это манг. То есть, в 100 граммах 24 грамма белка. То есть, это в 2 раза больше, чем в 100 граммах куриной грудинки или там индейки или еще чего-то. А переваривается очень просто. Для нашего иммунитета, для нашего здоровья, для нашего вообще обновления, восстановления красивых волос, красивой кожи, очень важно, чтобы были аминокислоты. Поэтому 24 грамма белка организм сам распределяет в нужном направлении, куда направить питание. Самое интересное, что здесь есть минералы, здесь есть витамины и очень много фолиевой кислоты. Для мужчин, для женщин, для всех, кто планирует детей, планирует заниматься восстановлением после родов или, допустим, хочет обновить себя, это очень важно использовать именно манг в своем рационе. Я его использую с сырым в салаты. Салаты я немножко позже, если нужно, поделюсь рецептами. Если вы хотите, если вам это актуально, я поделюсь рецептами. У нас был курс восстановления органов пищеварения, и я там делилась разными рецептами использования проростков и также про Маш говорила. То есть, если нужно, я вам дам ссылочку на YouTube или ссылочку на курс, вы посмотрите. Но именно есть разные салаты. С морской капусты для стабилизации гормонального фона. С фруктами, с ягодами, с овощами. Добавляю его в супы, в салаты, в любые первые блюда. Очень круто. Заметите результат очень быстро, потому что уже, наверное, в течение первых двух недель вы заметите, как у вас меняется организм. Через месяц вы просто будете себя не узнавать. И заметите уже не только по общему состоянию энергии, но и по питанию. То есть, многих продуктов вам не будет хотеться. То есть, мужчинам важны белки, аминокислоты, особенно восстанавливаться после физической активности. А нам, женщинам, для диеты, чтобы не есть много тяжелой пищи, ненужной пищи и вот эти все очухи убирать. Дальше. Значит, что у меня здесь? Манг показали. Теперь у меня нут. Значит, нут отличается еще тем, в нем меньше белка, в нем тоже очень много клетчатки. Кстати, 17 грамм клетчатки в мангбинс. 17 грамм в 100 граммах, 17 грамм клетчатки. Это тоже очень важно. То есть, в мангбинс, там есть все. Микроэлементы, витамины, минералы. Там есть клетчатка, жиры, белки. То есть, все сбалансировано. Это очень ценно. В нуте меньше клетчатки, меньше протеина. Но в нуте больше витаминов группы В, чем в мангбинс. То есть, здесь также добавлено больше калия. И также есть элементы, которые помогают восстанавливать печень. Для печени, для обновления сердца, и если у вас, допустим, вирус гепатита В, С, то есть, это очень поддерживает печень и также обновляет печень. Также укрепляет стенки сосудов, стабилизирует, если повышенный холестерин, то есть, уменьшает. Я нут использую тоже в сыром виде. Значит, замачиваю его на сутки водой, просто прохладной водичкой, сливаю, полощу. Еще раз без воды, он у меня находится в проращивателе. То есть, просто воду я сливаю, промываю и оставляю еще 11 часов. И после этого он у меня стоит либо в холодильнике, либо в доме, но не больше там, чем полдня. Лучше в холодильник убрать. Я его в салаты добавляю, в супы добавляю. Лучше всего просто как гарнир к рыбе, к мясу, если вы хотите. Или в салат. А также я люблю делать хумус. То есть, тогда у меня овощи просто улетают. То есть, я делаю хумус очень просто. С добавлением лимонного сока, немного морской соли, базилик добавляю, чеснок и тхину. То есть, кунжутная вот эта вот тхина. То есть, очень-очень люблю сыроедческий хумус. Но обычно на второй день мне нравится вкус хумуса. Через сутки, допустим, после замачивания, проращивания, немножко другой вкус. На вторые сутки мне больше нравится. Более слажа, более такой... Классный хумус, в общем. Полезный. Дальше. Что еще хотелось бы сказать, что здесь добавлено еще калий, который больше калия, чем в нуте, ой, чем в маше. И помогает выводить вот эту отечность. У кого много отечности, часто ко мне обращаются отечность. Вот очень хорошо помогает, мочегонный эффект имеет и выводит, снимает эту отечность. Следующий элемент, это у нас пшеница. Пшеницу я очень люблю, именно когда она... Тоже кипятком ее не замачиваем, замачиваем обычной водой, промываем через 12 часов, и уже без воды она у нас стоит. Значит, очень быстро прорастает, в 2-3 раза быстрее, чем обычный любой другой метод, именно в этом устройстве. Пшеницу я люблю добавлять стиловую чайную ложку в смузи, то есть, чтобы она жевала, сделать хлебцы люблю. Добавляю ее, именно делаю из нее перемалываю ридживилак, то есть, примерно на стакан пшеницы проростков, я их перемолачиваю на блендере, заливаю примерно 2,5-3 литра воды, 2 примерно, да, и помешиваю деревянной ложечкой, примерно в течение недели, 5-6 дней у меня готовый будет ридживилак, и я пью ридживилак. Я на курсе на своем это все подробно объясняю, обычно полстаканчика до еды, 2-3 раза в день, это очень хорошо для детокса, очищения натуральным, естественным способом. Если вы используете в качестве смузи, а не в качестве ридживилака, омолаживающего или ферментированного напитка, то вы даете организму своему тоже клетчатку, грубые волокна, тоже выводятся токсины, также даются витамины группы B, поддерживается ваш мозг, и самое главное, волосы. Волосы, женщины, меня часто спрашивают, Ксения, как сделать так, чтобы волосы росли, были густыми, плотными, чтобы не выпадали. Так вот, здесь секрет, я, кстати, вижу, что у нас Оля присоединилась, чечевица. Кстати, Оля Алин, она находится, по-моему, в Юте, недалеко от Юты, она когда-то, около трех лет назад, примерно рассказала мне про пророщенную чечевицу, как восстановила волосы, и после этого я начала использовать про проростки чечевицы. Оля, тебе привет, если ты видишь, привет тебе, я помню твою науку. И вот я проращиваю разных сортов чечевицу, например, сейчас у меня здесь красная. Красную чечевицу прорастить легко, можно даже без проращивателя. Проращиватель я люблю использовать более для грубых таких, как пшеница, манг, или нут, а именно вот чечевица очень легко прорастает, даже просто в любой посудине. Видишь, да, Оля, привет, смайлик, прорастает кислород, а также в кислородах. И чечевица очень хорошо помогает восстанавливать работу нашего организма в плане обновления волосы, кожи, суставы, мышцы, то есть очень много аминокислот. И самое интересное, что именно в отличие от пшеницы здесь нет глютена, и здесь нет жиров. Как бы здесь конкретно идут аминокислоты, немного клетчатки, углеводы полезные такие, да, низкогликемический индекс имеют, углеводы. И именно я люблю ее как на второй-третий день такую сладенькую, вкусненькую, с зелененькими уже росточками, так и микрозелень. То есть, например, если я поставила в холодильник, то постепенно, даже пересыпав вот в такую емкость, у меня образуются здесь корни, и пойдут кустики такие. Я могу срезать микрозелень себе в салаты. То есть я могу есть как проростки, так и ростки. То есть чечевицу я очень люблю. И благословенны те люди, которые используют семена, и то, что нам дал Бог для жизни, потому что действительно жизнь в семенах. И после определенного обновления воды, света, температуры и так далее, в нем очень большая жизнь. Поэтому я рекомендую, если вы еще не используете данное устройство, это без электричества, без ничего. Если вам это интересно, я вам расскажу, как и где заказать по хорошей цене. Я себе уже третий такой приобрела. То есть у меня было сначала один, потом не захотелось второй, теперь у меня уже третий. То есть мне очень нравится данное устройство. И я быстрее даже любые семена для проращивания на улицу использую именно вот такой проращиватель. То есть даже для сельскохозяйственных своих интересных угодий. То есть привыкайте питаться правильно. Во-первых, у вас будут все витамины, минералы, аминокислоты, белки, жиры, углеводы. Это очень важны для нашего здоровья. И у вас будет весь строительный элемент для того, чтобы вы, ваши дети были здоровыми. Ну, я обещала, конечно, в начале эфира, что я расскажу хорошую новость для всех тех, кто знает меня, как бы видит немножко, комментирует иногда, я вижу, личные сообщения пишут. Я сообщу сейчас эту новость хорошую. Спасибо всем, кто дождался. И я первый раз на Фейсбуке сделаю это, как бы, наверное, анонс или объявление такое, чтобы вы вместе со мной порадовались. Мы ждем ребенка, первенца, это будет девочка, мы уже знаем, кто это будет. И уже как бы мы на седьмом месяце, почти семь месяцев. И на самом деле, как говорят в Америке, I am excited, потому что именно в момент своих онлайн-курсов, в момент создания школы онлайн, компании Альянс Здоров, момент формирования команды, запуска новых проектов. И при всем при этом еще есть такой большой, великий проект, это ожидание первенца. Я сейчас вам честно скажу, есть вещи, в которых я профессионал, в этом деле я новичок. Поэтому все друзья, которые хотят меня поддержать, а мне нужна будет очень сильная поддержка, потому что мы реально здесь без родственников, без семьи. у меня вот так вопросов по поводу именно первых шагов и как встретить правильно ребенка. Я буду очень благодарна, если вы будете поддерживать молитвенно, если вы будете помнить нас, мысленно вспоминать и добрыми словами поддерживать. Я буду очень благодарна, если вы, не важно на каком вы расстоянии, но вы сможете поддержать, когда это уже случится, потому что на самом деле я спокойна, но в то же время для меня это впервые. Первые роды, это все-таки очень важно. И благословен наш ребенок, потому что мы правильно питались, мы на правильных продуктах это все делали. И как только мы запланировали, буквально в течение месяца Бог сразу нам ответил, благословил нас ребенком, то есть мы не страдали долго, мучительно, слава Богу. Это действительно чудо, потому что накануне мы скинули хорошо вес благодаря продуктам, хорошему качественному протеину компании Вива, гринсам, зеленостям, проращиванию. Мы очень хорошо скинули вес, зафотографировали, запечатлили эту фотографию и буквально через месяц, сразу после этого нас Бог благословил ребенком. И мы узнали сразу после женской конференции, которая случилась в ноябре, 3 ноября, ему узнали, что у нас будет ребенок. Просто вот после женской конференции у нас такая благословенная была конференция в Ванкувере. Все, кто приезжал, всем, кто смотрит, вспоминайте. Я не знала, что я тогда уже была на каком-то сроке, носила тяжелые там всевозможные коробки, таскала палатки, устройства, аппаратуры, даже не подозревала о том, что в моем чреве растет маленькая девочка. И слава Богу, сохранилась. И затем просто я обратила внимание, что у меня какая-то слабость появилась ни с того, ни с сего. Думала, может быть, я заболела. И мы узнали, что болезнь называется беременность. Поэтому очень хорошо на таких продуктах легко действительно так, потому что это помогло очень быстро, легко и просто, потому что мы хорошо подготовили свой организм. И поэтому я рекомендую всем, когда вы планируете детей, готовить свой организм. И чтобы ваш организм был готов. Спасибо, Олечка, за то, что ты готова отвечать на любые вопросы. У меня мой телефон в очередной раз убрал все контакты. Если ты мне напишешь свой мобильный номер телефона в личные, то я с тобой буду держать связь, потому что очень часто контакты теряются. Друзья, спасибо, что были со мной, что были в этом эфире. Я также по-прежнему активна. Многие клиенты, многие подписчики или ученики спрашивают Ксения, вот рождение ребенка повлияет, наверное, на твое внимание к нам, на твою активность и так далее. Сейчас я много делаю проектов, много делаю школ, обучающих по маркетингу, по здоровью. У меня есть разные классы. Я стараюсь знания передать. Я стараюсь вложить в команду, вложить в последователей, вложить в тех людей, которые хотят помогать людям развиваться в плане маркетинга или бизнеса, или усовершенствовать свои навыки работы социальными сетями с людьми. И также в плане здоровья тех люди, которые идут в плане здоровья, мы организовали компанию Альянс Здоров. Подписывайтесь на страничку. Буквально сегодня там Ольга Череватенко, наш фитнес-тренер, рассказывала очень интересную тему по поводу не буду, нельзя такие темы названия говорить, значит, фейсбук блокирует видео. Послушайте эфир, зайдите на страничку, потому что наш ведущий фитнес-тренер, она всегда знает толк, то, о чем она говорит, она делится всегда своими пережитыми эмоциями и результатами своих клиентов. Это очень интересно. И я рекомендую Альянс Здоров подписаться на эту страничку, потому что там у нас будут специалисты, это клуб здоровых, будут делиться своими рецептами здоровья и формулами здоровья. То есть у нас там есть уже Ольга Белицкая, которая специалист по эфирным маслам, у нас уже там выкладывает публикации доктор Мария Сулакова, она здесь местная у нас, в Грешеме у нее есть клиника, она будет делиться очень интересными ценными советами, рекомендациями. Ольга Череватенко наш фитнес-тренер, Елена Бавровникова наш фитнес-тренер, а также она инструктор области красоты, здоровья, кожи. Ну и я, конечно же, тоже буду делиться различными техниками, устройствами, технологиями в плане не только функциональной медицины, саплементс и добавок, а, конечно же, буду делиться различными методами. То есть все мы остаемся живы, здоровы, просто, может быть, немного реже появляемся на Фейсбук. Но мы это все систематизировали, поэтому мы не одни, я не одна, и вы получите больше информации и больше пользы для своего здоровья. Спасибо всем, кто был на связи. Всем хорошего вечера. Попробую сейчас завершить трансляцию. У нас тут Фейсбук как-то поменял интерфейс и как-то все интересно двигается. Всем хорошего вечера и хорошего настроения. Мышка не слушается почему-то у меня. Не могу закончить эфир. Значит, придется вам мышка не слушается. Придется вам оставаться в спрашивайте. Буду рада ответить. Фейсбук, конечно, меняется и делает все на благо, но привыкнуть к изменениям очень непросто. Надеюсь, вы к ним привыкаете быстро. Всех обнимаю. Спасибо, что были со мной. Я поняла, почему. Это, наверное, вода пролилась из нашего проращивателя. Поэтому у нас мышка не работает. неожиданно. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...